Всем привет! С вами компания Мужские игры, город Челябинск, техника для увлеченных. Меня зовут Виктор и сегодня у нас на канале обзор новых супер модных колес. Быстросъемно, перекидных, не надо не сверлить, ничего. От компании Zilet и с нами Евгений. Прошу любить и жаловать. Он нам расскажет об этих колесах более подробно. Все ссылки на колеса будут даны внизу в описании. Заходите, приобретайте, если вам понравилось. Проблем с ними нет. Мне кажется, отличный выбор. Ну и как сказал Виктор, мы привезли новые трансовые колеса, которые не требуют сверления транса для установки. Очень простая, быстрая установка. Сейчас мы их продемонстрируем на лодках серии Ривербот. Ривербот, лодки Ривербот. Начнем с 300-го варианта и пройдемся, постараемся по всем. Посмотрим, как они встанут, как они будут размещаться, чтобы люди понимали. И что, давайте сейчас покажу, как устанавливаются колеса на лодку. Насколько это просто и быстро. Обращаем внимание, что есть несколько положений. То есть первое положение это у нас, когда мы катим по земле, и два положения, когда мы находимся на воде. Сейчас мы переводим первое положение, уходим с первого положения. То есть у нас свободы колеса. Мы ставим на лодку, выбираем место установки, где нам будет удобно. Дальше мы просто затягиваем струбцину. А тот, значит, синий поближе. Вот, мы затянули. Установка первого колеса закончена. Ставим второй колес. Все, прижали. Главное, что это, прижать сверху. И начинаем закручивать. Все, и подтягиваем полностью, чтобы у нас уже никуда ничего не болталось. А вот теперь зайди, пожалуйста, отсюда. И посмотрим, что делаем дальше. А дальше очень просто все. Берем за ручки, поднимаем. И колеса стоят уже на лодке. Это самая простая и быстрая установка. Все, мы дальше вешаем мотор. Сейчас мы это сделаем. И погодим. Давайте замерим расстояние от колеса до интерцептора. Который идет на лодке Риверборд 300. Артолий Александрович, сними поближе сюда. Поставим. 4,5 см. Мы имеем. Что мы еще можем сказать? От земли до интерцептора теперь у нас самое минимальное расстояние 26,5 см. Если даже интерцептор видеть, обратите внимание, вот выход побольше, да, в разных лодках, разные интерцепторы. Здесь сейчас именно от днешней лодки идет до танцевых колес 60 мм. 6 см. А вот теперь давайте попробуем перевести это все в положение на воде. Как это делается? Здесь очень интересная система сделана. Обратите внимание. То есть мы находимся... Ну, сейчас в лодке это не сделаем, потому что мы находимся на земле. Не надо вытаскивать. Пойдите поближе, пожалуйста, в этот момент. Что здесь? Просто беремся и переводим в то положение, которое нам необходимо. То же самое делаем на втором колесе. Это первое положение. Мотор поворачиваем. Хотим повыше, пожалуйста. Безчелкнули. Итак, мы подходим к берегу уже с воды. Что мы делаем? Мы откидываем колеса вот в такое положение. Подошли. Вышли на берег. Взяли залог. Защелкнули колеса. Обратите внимание, насколько это просто и быстро делается. Расстояние между трансовыми колесами на лодке Риверборд 300 получается 55,5 см. То есть комфортно станет любой мотор. Давайте теперь посмотрим, как происходит демонтаж. Обратите внимание сюда, что не следует у меня в странах, где их на трансе. Все чисто. Все. Сделаем пермотаж. То же самое здесь. Нет никаких следов. И мы уже сняли. Сейчас подошли клиенты и покупают лодку Рив 325 МДМД. Обратите внимание, какой у него сзади сделан интерцептор и транс как сделан. Так давайте мы сейчас поставим сразу на эту лодку наш трансовый колес. Все то же самое. Выбрали положение. Прижали. Затянули. Обратите внимание, что здесь встает. Так, здесь зазор получается чуть-чуть меньше. Давайте замерим. Что у нас здесь получается по зазору. Так, зазор у нас здесь получается 20 мм. 22 мм. Расстояние между трансовыми колесами 67 см. Комфортно позволяет расположить тоже любой мотор. Давайте сразу прокатим. Ничего никуда не съезжает. Вот здесь, соответственно, регулировка. Соответственно, подойдут данные трансовые колеса для лодок толщиной транса 30 мм. Не 30, а 35 мм. И еще один момент хотелось сразу показать. Смотрите, здесь трансовый колес 20 мм. Конструктив. Вот видите, здесь выходит резина. Пластина сделана таким образом, что выходящая сверху защитная резина не касается струбцины, позволяя ей плотно притягиваться. И теперь у нас лодка Reverbot 330. Здесь уже толщина транса 25 мм. Вот, обратите внимание, что у нас здесь происходит. То есть мы можем выбрать расстояние комфортное, чтобы брызговик у нас, например, сейчас не загибался. Это очень крутой. Разворот на месте. Ну? Ну да. Полицейский разворот. Еще выше поднимите. Можно, да? Выше. Здесь уже все полностью поворот. Ну вот прямо в самом-в самом, да. Ну ты не сможешь так руку даже вывернуть в эту сторону. А, ну да. Ну что ж, мы провели тестирование новых колес, которые предоставляет нам Евгений и компания «Зилет». Очень нам понравилась конструкция. То есть это быстросъемы. Ничего сверлить не надо. Кто боится этого, кому страшно сверлить транец или не знает, как сделать это. В принципе, отличное решение. И опять же, это комбинированный вариант. Перекидные. В нескольких положениях. Но также присутствует вариант того, что вы можете просто снять, если они вам мешают, положить в лодку или в машину. Мне кажется, вариант огонь. Данные колеса будут у нас продаваться. Заходите в ссылку под описанием. Заказывайте, приобретайте. Ну что ж, до новых встреч. Всем всего доброго. Семь футов подкилем. До свидания. Продолжение следует.